Добрый день! С Вами компания Круфмонтаж и меня зовут Мороз Алексей. Продолжаем наш проект, строим каркасный дом вместе с компанией Круфмонтаж. На очередной седьмой серии мы покажем вам, традиционно начнем с обзора, что было сделано за неделю. Только прошли майские праздники. Как видите, кровли над гаражом уже не бывало. Как я Вам рассказывал, осталось теперь односкат. Пройдем, начнем с обзора, что сделано. Потом отвечу на некоторые вопросы, которые мне задавали, про стропильную систему. Поднимемся на чердак и отвечу еще на несколько вопросов. Вы можете видеть, как изменилось, как было. Круфм состоит из первый этаж из бруса 150 на 150. И как стало, ощутите разницу. Пойдемте за мной. Вот мы находимся наверху и хочу показать проемы окон. Здесь размеры 150 на 140. Я почему стою так? Подоконник кажется высок. Он не высок. На самом деле, здесь еще приподнимутся полы на 15 сантиметров. Здесь даже а то на 20 в этом месте. Поэтому я буду стоять на 20 сантиметров 20-30 повыше. Вот так проемы окон усилены. Раскосены. Вот. Все это, в принципе, каркас и промежуточными балками. Видите, в шахматном порядке. Ну, как здесь. Все крепление, в принципе, довольно-таки простое. На гвозди. Только уголковые каркасные крепятся на усиленные уголки с оцинкованными саморезами внизу и вверху. И добавляют в шахматном порядке. Значит, поперечные балки. Как вот там, вы можете видеть. Я, по-моему, уже показывал в одном видео. Вот. Сейчас я показываю, что наша стена имеет четыре слоя утепления Rockwell Life Buds. Плотность у него 35. Вот. Четыре слоя вот такого утеплителя, значит, у нас будет на стенах. Здесь у нас утеплен потолок. Тоже в четыре слоя. Использовали мы пароизоляцию Ютафол. Натягивали, значит, по низу. Подбивалась обрешетка. И хотел коснуться еще такого аспекта. Вот. Многострадальная каминная труба, которая идет с первого этажа, с гостиной. Пришлось с заказчиками вызвать там печника, который, посмотрел, вот смотрите, я не знаю, что это за клапки. Вот, видите, она рассыпается. Вот эти все почернения и так далее. Вот это было на уровне кровли. Вот эта часть. Вот. Ну, осмотрев трубу, печник решил... Мы вообще изначально планировали докладывать, честно говоря, из кирпича. Вот. И вот единственный минус – это труба внутри помещения остается. Ну, осмотрев, печник сказал, что ее лучше разрушить до основания, чтобы на полом оставался один кирпич. И мы ее сделаем из сэндвич-труб, из нержавейки, из утепленных труб. То есть, сейчас ребята работают над тем, что ее разбивают, демонтируют. И здесь будет сэндвич-труба из нержавейки. Вы задаете вопрос, как рассчитывается стропила, почему вы выбрали именно этот угол. Значит, там, какой материал или как вы рассчитывали нагрузку на эти стропила. Ведь они же шестиметровые, вы говорили, целиком и так далее. Ну, во-первых, чтобы упорядочить как-то ответ, надо понять предмет самого вопроса и так далее. Прежде чем производить какой-то расчет стропильной системы, есть как минимум три аспекта. Первое, это, так сказать, пожелание клиента, какой он хочет видеть кровлю. Значит, это раз. Во-вторых, назначение кровли. В нашем случае это у нас холодный, неутепленный чердак. Мансардная кровля. Это, я считаю, первый аспект для избрания высоты кровли 2 метра. Значит, так как чердак не эксплуатируется, не мансардная, это не мансардная кровля. Здесь надо уделять упор потолку, утеплять хорошо потолок, а чердак несет просто нагрузку от осадков и хорошая гидроизоляция. Значит, так как это не мансардная кровля, кровлю можно сделать пологий угол. Почему? Да ради, даже с целью экономии. Зачем делать крутой угол наклона кровли, если здесь пространство под ней гуляет? Первое, это расход пиломатериала. Второе, расход кровельного материала. И третье, переплата за работы строителям, чтобы просто сделать пустой чердак, ну, там, высокий. Это первый аспект. Второй аспект, пожелания самих клиентов. Была выдвинута, так сказать, просьба или требование, что хотим пологую четырехскатную кровлю. Четырехскатную. Я даже предлагал двускатную, ну, мне так кажется, что когда два треугольничка, фронтончика, там, какие-то слуховые окна сделать красиво. Но клиенты говорят, хотим четырехскатную. Конечек, там, четырехметровый, от него, так сказать, падают лучи на края дома коньков. Все, значит, вот такие вводные полученные. То есть, и вот вам ответ на первый вопрос, почему вот именно такая кровля с таким углом, и делали вы расчет. И второе, значит, так как у нас дом 10,50 по стенам, мной была избрана высота в центре 2 метра, здесь угол 15-16 градусов, угол наклона. Даже, даже, я бы сказал, чуть побольше, там, угроза 17 градусов. Вот, в аккурат, вот, Василий, с ними, если видно, шестиметровая доска ложится на лагу потолочную. Вот, и вот она сопровождается неразрывно, вот она, Василий, сопроводи камерой наверх. Сейчас фиксану. Вот она, ложится целиком, без разрывов. Значит, для этого мы делали вот такую ферму, 4-х метровую. Ну, начну с самого начала, чтобы был мой ответ полный. Во-первых, на площадке потолка надо найти диагональ, чтобы найти центр ковли, надо натянуть, так сказать, две шнурки, найти точку центра. Ну, сразу скажу, у нас усложнилась задача. Дом мы строили, так сказать, уже на старом этаже, и диагональ здесь плохая. Где-то гуляет 15 сантиметровая разница стен. Ну, мы нашли центральную точку. Значит, определили конёк, вот, смотри, на потолке. Он 4 метра. Поставили стойки. Четырехметровый. Использовали старый брус, который разбирали в этом доме. 150 на 150. Вот мы получили такую массивную конструкцию, на которую будет опускаться наша стропила со всех сторон. Он на углу конькова приходит. И, так сказать, падает лучи на каждый угол от этой точки. И, так сказать, стропильная часть запиливается, ставится на лаги внизу. Здесь мы ещё использовали, так сказать, ряд подпорок. Усиливали ряд подпорок, дабы разгрузить центр, не было провисания в этом месте. Мы использовали ряд подпорок. Так, и сейчас мы ещё пойдём, я покажу вам устройство подстропильников, в самом краю крылья. Так, как я вам рассказал немножко о верхней части, о верхней составляющей стропильной системы, значит, расскажу о нижнем. Вот как раз здесь такой узел, где лага не выходит напрямую, так сказать, через стенку. Ведь, если мы располагаем взять квадрат дома, лаги могут выйти у нас на две части дома. А вот на две боковые мы уже используем, просто наращиваем. И, значит, смотрите, это слабый узел. Если стропильная балка, видите, ставится на обрывок кусок лаги, фальшлаги я так называю, то здесь мы используем подстропильник. Видите, получается жёсткий треугольник. Он ставится на этот узел, забивается гвоздями, раскрепляется, в принципе, элементарно. Получается такой жёсткий треугольник. И это, вот эта часть фальшлаги, она не может сыграть ни в ту, ни в иную сторону. Это не даёт вот этот, сделать подстропильник. Некоторые плотники называют это солдатик, некоторая стойка, подпорка, как угодно. В общем, вот такое устройство у нас стропильной системы внизу. Я ещё раз говорю, что лаги проходит, вон, обратите внимание, вот туда, вот здесь целиком лаги проходит. Обратите внимание, да? Там подстропильник не нужен. Сама лага и стропила держат друг друга. А вот этот кусочек, с другой стороны иду, видите, действительно надо раскреплять и поддерживать. Вот мы подошли к коньковой, тоже составной элемент, любой стропильной системы, коньковая балка. Ну, тут самое главное, обратите внимание на руку плотника, то есть качественные запилы, должны сделать вот качественные запилы, которые приходят коньковой балкой. Крепили обыкновенно, здесь не надо ничего выдумывать, изобретать велосипед гвоздями, значит, стыкуем гвоздями и так далее. Еще дополнительно все, все эти стропила завяжут между собой обрешеткой. Вот. Вот коньковая балка. В принципе, стропильная часть крепится элементарно. На гвозди, если это гвозди, доска 50-ка, то используется гвозди 100-ка, 120-ка, 150-ка. Эта часть у нас посвящена стропильной системе, по вашим просьбам. Что еще? В принципе, вот мы, Вась, давай, раз уж мы здесь, покажем. Вон, покажи, как раз видно, слой потолочного пирога. Здесь мы, уважаемые зрители, оставили этот участок. Здесь будем делать мы выход на кровлю. Здесь будет люк у нас с лестницей. Им поэтому, была команда не делать здесь этот участок. Ну вот, в разрезе, вот этот пирог. Слоеный пирог 4 раз, два, три, четыре. Внизу пароизоляция, лютофол. Сверху, гидроизоляция, гидроизоляционная мембрана, тайвик. Хочу обратить внимание, что все эти узлы, все эти примыкания, например, вот как на этой балке, Вась, покажи. Сразу хочу, или на тех подстропильниках, здесь не закончено. Мы еще будем армированным скотчем это все тщательно герметизировать. Обязательно. То есть, когда работы по утеплению потолка здесь будут завершены, конечный этап, будет все тщательнейшим образом, все щели армированным липким скотчем обязательно все проклеить, дабы минимизировать, так сказать, тепловые потери, второго жилого этажа. Ну, на этом, я думаю, все, будем заканчивать репортаж. С вами был Кровмонтаж, меня зовут Мороз Алексей и оператор Василий. Да, не забывайте подписываться, лайкать, не шалейте нас в комментариях, там как положено. Ладно, до новых встреч, до свидания. И, наконец-то, мы вышли на крышу, а то все стены, полы, дымоходы, а как же кровли-то? Вот она, наша четырехскатная кровля, уже подготовленная для того, чтобы на нее уже класть металл. Да. Как для фальцевой кровли, на краях сделали сплошную обрешетку, здесь разряженная. Пирог подни, продых в порядке. Да, продых есть. Можно уже... Вот законченный вид кровли. Да, можно уже работать. Смотри, так приятно залезть на самый верх и крикнуть, э-э-э-эй! Э-э-э-эй! Класс, черемухой пахнет, обалдеть. Ну вот, Вася зафиналил сегодняшнюю серию. Крыша готова. Буду завтра заказывать металл. Да, будет фальцевая кровля. Ждите. Ну, на весе-ка отсюда. Да, вон, кровли гаража, односкатная. Ну вот. Еще надо. края культурить до встречи